МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И на много лет у меня так с природой просто остановил контакт. Я ее не слышала, не видела. Чтобы хоть что-то начать слышать в пространстве вокруг, нужно начать слышать себя в первую очередь. Человек может чувствовать посредством природы даже не только то, что он не один, а то, что он един с природой. И мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей тоже могли почувствовать этот контакт. Это была такая тонкая связь с лесом, которую я очень долго училась возвращать. Многие люди, взаимодействуя с природой, приходя в природу, они говорят про связь всего живого и про то, что это помогает им приблизиться к себе самим и раскрыть свои творческие дары, творческий потенциал. Люди ищут то, что у них всегда внутри. Я не знаю, иногда действительно надо полмира объехать, чтобы однажды понять, что что-то может там. Нужно, чтобы человек все-таки возвращался к природе. Мы часть природы, часть экосистемы. Мы не в центре, мы в огромной сети в этой связи. Но мы давно себя выделили из этой связи. Мы уже забыли, как нам надо жить в лесу. Лес — это наш дом, живая лесная экосистема. Поэтому восстановление леса, защита леса — это основная экологическая задача для нас, для цивилизации нашей сейчас. Каждый год исчезают, безвозвратно исчезают такие территории, которые сравнимы с размерами стран. Мне очень хочется, чтобы люди не верили, чтобы люди не приходили. И учились каждое доходить, что я могу им дать. Это самое вдохновляющее дело, которое я признавалась. И это и есть природа.